Я приветствую вас на своем канале. В этом ролике я бы хотела осветить тему цен на аренду жилья в Турции в 2022 году. За последние несколько недель я вижу такой запрос в комментариях. Многие просят меня рассказать, за сколько же сейчас после падения турецкой лиры можно арендовать жилье в Турции. В частности, неподалеку от моря, где-нибудь на популярном курорте. Прежде чем мы приступим к обзору цен, я бы хотела сделать ряд важных уточнений. Первое. Я не являюсь риэлтором. Я ничего не предлагаю, не подыскиваю и не продаю. Данный ролик я делаю исключительно в информационных целях, чтобы дать вам полезную информацию по ценам в 2022 году. Второе. Все цены я буду смотреть на популярном турецком сайте, который называется saibinden.com. Именно там вы можете посмотреть цены на аренду жилья абсолютно в любом городе Турции. Мы будем с вами рассматривать цены на примере одного из самых популярных курортов анталийского побережья Сиде. Рассмотрим как самые минимальные, так и самые высокие цены. Третье. Важно уточнить, что на данном сайте выкладывают свои предложения как и владельцы квартир, так и риэлторы. Если вам понравится предложение, которое поступает от риэлтора, то здесь важно знать, что при аренде жилья в Турции от риэлтора, вам также будет необходимо заплатить риэлтору определенную сумму, которая будет равняться месячному окладу за аренду. Что здесь имеется в виду? То есть, например, вы нашли себе подходящий вариант, скажем, за 2000 лир в месяц, вы платите в таком случае 2000 лир владельцу и плюс 2000 лир риэлтору. Кроме того, некоторые владельцы квартир в Турции, особенно на курортах, иногда просят внести депозит на несколько месяцев вперед. Могут попросить оплатить сразу за 2 месяца аренду, а могут и вовсе не просить этого делать. Здесь у каждого владельца индивидуальный подход. Кроме того, если вы находите для себя подходящий вариант в комплексе, в так называемом СИТе, то тогда, скорее всего, также вам дополнительно нужно будет оплачивать Айдат. Айдат – это плата за обслуживание жилого комплекса, но иногда эта сумма уже включена в стоимость аренды, поэтому все это нужно обязательно учитывать. Кроме того, важно отметить, что я буду озвучивать все цены в лирах, но здесь сверху также буду приводить цены в рублях и в долларах по актуальному курсу. Я думаю, основные уточнения я озвучила. Теперь давайте, собственно, посмотрим на цены, за которые можно арендовать жилье на курорте СИДе неподалеку от моря в 2022 году. Итак, если мы с вами зайдем на сайт, то увидим, что самые недорогие предложения на курорте СИДе по аренде квартир начинаются от 1000 лир. Как мы видим, это квартиры достаточно небольшие по площади от 40 до 60 квадратных метров. Давайте для примера откроем одно из самых недорогих предложений, чтобы понять, что же это за такая квартира. И вот, пожалуйста, вам наглядный пример недорогой квартиры в СИДе. Площадь 70 квадратных метров, 1 плюс 1, стоимость составляет 1200 лир. Если мы посмотрим на информацию, предоставленную на сайте, то увидим, что квартира не новая, ее возраст составляет от 11 до 15 лет. Фотографии нам также говорят о том, что жилье скромное, но нужно учитывать тот факт, что в эту стоимость входит и мебель. Кстати говоря, в объявлениях нужно обращать внимание на этот пункт, потому что очень часто в Турции, в Манавгате СИДе у нас, по крайней мере, здесь можно увидеть объявления без какой-либо мебели и техники. К сожалению, на сайте не указывается точное расположение квартиры по отношению к морю, но мы с вами можем взглянуть на карту и увидеть, что данная квартира располагается примерно в километре от моря. Таким образом, если вы ищете какой-то недорогой вариант, то смело можете рассчитывать на сумму в пределах 1000-1500 лир на курорте СИДе. Кстати говоря, если вам нравится такой формат видео, когда мы с вами обозреваем цены на аренду жилья в Турции по конкретным городам, сегодня вы понимаете, мы делаем про курорт СИДе, но вам бы хотелось узнать про аренду жилья и в других городах, на других курортах. Обязательно, во-первых, дайте мне знать в комментариях, о каком городе вы бы хотели услышать в одном из следующих выпусков, ну а также не забывайте поставить свой пальчик вверх, чтобы я поняла, что вам действительно нравятся такие ролики. Теперь давайте же посмотрим на средние ценники. Если пройтись по предложениям, то мы можем сделать точные выводы, что в 2022 году в СИДе в среднем можно арендовать квартиру в пределах 3000 лир. Именно за столько, к примеру, предлагается квартира 2 плюс 1, площадью 90 квадратных метров. Вот, пожалуйста, фотографии, как выглядит такое жилье. Тоже квартира не новая, возраст указан от 11 до 15 лет. Квартира располагается на пятом этаже. Кстати, пожалуйста, вот вам пример. В объявлении написано, что также владелец требует депозит в размере 2000 лир. Если мы взглянем на гугл-карту, то увидим, что расстояние от квартиры до моря составляет примерно 1 километр 300 метров. И да, важно уточнить, что эта квартира предоставляется в аренду полностью обставленной мебелью и техникой, но какая там техника, вы можете увидеть на фотографиях. Мы идем дальше и, конечно же, переходим к более дорогим вариантам. Цены чуть выше среднего начинаются от 4000 лир. К примеру, за такую цену предлагается квартира площадью 80 квадратных метров. 2 плюс 1 располагается в окружении сада и также на территории присутствует бассейн. Эта квартира предоставляется с мебелью и самой необходимой техникой. И также мы можем увидеть из объявления, что владельцы требуют депозит в 3000 лир. Вот эта квартира располагается по отношению к морю даже дальше, чем две предыдущие. Около полутора километров нам показывают гугл-карты. Ну а теперь давайте же посмотрим на одни из самых дорогих вариантов, которые располагаются, как правило, непосредственно у моря. Так, к примеру, можно найти квартиру в Сиде на первой линии, которая будет составлять 80 квадратных метров. 2 плюс 1 за 6000 лир. Что же представляет собой такая квартира? Сейчас вы можете посмотреть на фотографиях, как примерно выглядят такие квартиры. Также нужно здесь отметить, что здание не очень старое, ему от 5 до 10 лет. По поводу депозита и айдаты здесь не указана информация. Соответственно, это уже будет обсуждаться непосредственно с арендодателем. Действительно, данная квартира находится недалеко от моря. Если выбирать на гугл-картах, как добраться до моря пешком, то мы увидим, что показывает 750 метров. Но здесь какой-то обходной у нас путь демонстрируется. Вполне возможно, что можно дойти напрямую. Таким образом, если вы ищете квартиру в непосредственной близости у моря, то можете ориентироваться на сумму в пределах 6000 лир. Именно такую мне показывает сайт Saibin.com. Ну а теперь пришло время взглянуть на самый дорогой вариант на курорте Сиде. Специально хочу посмотреть и вам показать, чтобы вы знали самый-самый дорогой вариант, который сейчас предлагается, сколько он будет стоить. 8250 лир. Давайте посмотрим, что это за такая квартира. Это у нас дюплексы площадью 160 квадратных метров. 3 плюс 1 возраст здания от 11 до 15 лет. В объявлении видно, что требуется депозит 8250 лир, айдат 0. Как мы видим по фотографиям, на территории, конечно же, имеется бассейн. А теперь давайте же посмотрим, насколько далеко располагается данный комплекс от моря. Данный вариант располагается достаточно далеко от моря. Судя по гугл-картам, чуть более 2,5 километров. Ну что, теперь я думаю, более или менее вам стало понятно, за сколько можно арендовать квартиру в провинции Анталия на популярном курорте Сиде в 2022 году. Минимальные цены начинаются от 1000 лир и заканчиваются примерно 9000 лир. Конечно же, не забывайте обязательно учитывать, еще раз повторю, требует ли владелец депозит, арендуете ли вы у риэлтора или непосредственно у владельца, ну а также еще есть ли айдат или нет. На сегодня получился вот такой вот обзор цен. Не забывайте ставить лайки, потому что именно так я понимаю, что видео вам нравится. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, о каком следующем городе вы бы хотели увидеть подобный обзор, либо и не хотели увидеть. В общем-то, дайте знать о вашем мнении в комментариях. Я с вами не прощаюсь, мы обязательно увидимся в следующем ролике. Продолжение следует... Продолжение следует...